Тема сегодняшнего урока – представление целых чисел в памяти компьютера. Начнем с повторения. Как найти объем сообщения в битах? Количество информации. Для этого используем формулу, где вес одного символа умножается на количество символов. И так мы получаем объем сообщения в битах. Мощность алфавита. Это есть число 2, возведенное в итую степень, где и у нас вес одного символа сообщения данного языка. Вычисление количества информации. В алфавите одного племени 16 символов, а в алфавите другого 32. 16 – это 2 в четвертой степени, а 32 – 2 в пятой степени, как мы видим на доске. Если в сообщении 6 символов, считаем количество информации для двух языков. 4 умножаем на 6, равняется 24 бит. И 5, соответственно, умножаем на 6, равняется 30 бит. Мощность алфавита – это количество символов в нем. В данном алфавите у нас 4 символа. Весь символ в сообщении равен 2 бита на символ. Кодируем буквы двоичным кодом в каждом коде по 2 цифры. То есть, когда у нас 4 символа, мы можем придумать 2 символа, придумать комбинации из цифр 0, 0. Значит, 0, 0, 0, 1, 1, 0 и 1, 1. 2 в кубе равняется 8. Уже из трех цифр можно придумать 8 комбинаций, то есть 8 символов. Какие операции выполняет компьютер с числами? Что с ними можно сделать? Как сложить данные коды 3, 0, 1, 0, 0 и 3, 0, 1, 1, 0? Сегодня мы на уроке узнаем, как представлены целые числа в памяти компьютера, узнаем, что около системы счисления, рассмотрим примеры системы счисления, научимся переводить числа из десятичной системы в двоичную. Тема урока – представление целых чисел в памяти компьютера. Компьютерный язык – это два символа, две цифры, 0 и 1. Мощность алфавита нашего – 2. Как считает человек и компьютер? В десятичной системе 0 пребывает 1 равняется 1, двоичной – то же самое 0 плюс 1 равняется 1. 1 плюс 1 равняется 2, 1 плюс 1 будет 2, а это есть его код 10. А как получить тройку? Мы давным к десяти прибавить единицу, получаем код 1, 1 и так далее. Вот на доске показаны, как прибавляются числа. Слева – десятичная система, справа – двоичная. Индексы обозначают количество цифр в системе счисления, в которых число записано. Если мы внизу видим 10, означает десятичная система. Если написано 1, 0, 0 внизу 2, означает двоичная система. Как перевести десятичное число в двоичное? Делим число до тех пор, пока частный не будет равно единице, а потом записываем ответ справа налево по направлению данной стрелки. Вот еще три примера перевода десятичного числа в двоичное. Немного отличается от математики в школе. Переходим к следующему слайду. Работа на платформе. Необходимо выполнить несколько заданий. Всего 4 обязательных заданий. Задание первое. Объем сообщения в битах 1, 1, 0. Надо найти его в десятичной системе. Как вычисляется? Справа налево над цифрами 1, 1, 0 ставятся порядковые номера 0, 1, 2. А потом вместо единицы берет двойкой и возводится в соответствующую степень. Над первой единицей стоит 2, значит 2 в квадрате. Над второй единицей 1 плюс 2 в первой степени. Получаем число 6. Аналогично находим ответы и на остальные пропуски. Вот окончательный правильный вариант ответа. Задание второе. Какое число было закодировано? 4 нуля прибавить 1, получим 0, 0, 0, 1. Ищем по табличке, какой буквой это соответствует. Буква С. Аналогично находим другие буквы. И мы получили, что закодировано слово список. Задание третье. Закодируй число бит двоичным кодом. Вынести номера букв в алфавите и переведи их в двоичную систему счисления. Буква В у нас соответствует цифре 2, буква И – 10, буква Т – число 20. Вот справа показано, как мы кодируем наши числа. Последним делением на двойку. И получаем окончательный правильный вариант, который вы видите на доске. Задание четвертое. Восстанови закодированное число. Значит, слово выдается в виде комбинации кодов из цифр 1 и 0. Значит, первое у нас число 1, 0, 1. Как уже до этого я вам объяснял, ставим сверху степени и получаем, что 1, 0, 1 – это число 5 и так далее, как показано на доске. Находим буквы соответствующие и получаем, что наше искомое слово было слово диск. Переходим к бонусным заданиям. Всего два задания. Один – клавиатурный тренажер. На нем задерживаться не будем. Задание второе. Восстанови закодированное слово, сложи двоичные числа, а затем определи буквы с помощью таблицы. Напоминаю вам, что 1 прибавить 1 – это цифра 2, а ее код 1, 0. Поэтому, когда мы прибавляем 1 плюс 1, получаем 1, 0. 0 пишем. 1 прибавить 1, число 2, его код 1, 0. 0 пишем, 1 в уме. 0 прибавить 0, 0 и 1 в уме дает нам 1. И, соответственно, повторяя эти действия для остальных элементов, мы получим наше слово – клавиатуру. Завершение урока. Задание на понимание. Запишите двоичные коды числа, месяц своего рождения и дату своего рождения. Вот, проверьте себя на данном примере. Спасибо за внимание. Надеюсь, что данный урок поможет вам решить ваши задания на платформе. Продолжение следует...